Слушайте, ну, как бы обратный отсчет пошел. Вот уже открываются участки, мы видим, что, собственно, идет голосование. И особо пристально, конечно, с украинской стороны, как бы слежка, отслеживание всех ситуаций, всех самых разнообразных моментов этих выборов. Действительно, для Украины это ключевой такой политический акт этого года, потому что дальше или-или. А вот что или-или? Какие мысли у вас по этому поводу? Я бы сказал, что выборы, конечно, в Молдове намного более знаменательны для нас, более интересны для исследования. Что касается выборов Соединенных Штатов в Америке, то мы точно можем судить по нескольких интересных моментах. Первое – о том, что результаты выборов из-за сложности избирательной системы, системы выборщиков и прочего мы не можем предсказать по социологическим данным. Это важный момент. И есть примеры, как побеждал Джордж Бурдж-младший, есть примеры, как проиграла Хиллари Клинтон, о том, что социология могла и может давать неожиданные предвещения победы. Одного из кандидатов, но в связи со сложностью избирательной системы, которую заложили отцы основателей США, сказать, что опираясь на социологию, мы сделать вывод, кто именно победит, никак не можем. Что мы можем сейчас судить? Мы примерно понимаем, что есть очерченная позиция Трампа по продолжению или не продолжению войны в Украине. Есть его очерченная позиция, что это нужно окончить, но она не подтверждена никакими программами и какими-то буквально прописанными решениями. Это такое, знаете, политическое заявление о том, что он закончит войну в течение 24 часов, но вопрос в том, насколько это возможно, сомневаются не только сторонники Трампа, не только его эксперты, его будущая администрация, которая, скорее всего, сформирует кабинет, если он победит. Но и мы можем усомниться в том, что идея за 24 часа быстро все закончит, мягко говоря, далека от реализации, потому что стороны войны здесь мы, Украина и Россия заявили о том, что есть требования, и согласно этим требованиям они ничего пересматривать другого не будут. Нам очень мало известно о позиции Тамалы Харрис по отношению к тому, что будет делать ее администрация в случае, если она победит. Ее лозунг избирательной кампании звучит как «перевернем страницу». С одной стороны, она вроде бы как продолжает работу действующей администрации и то, над чем работала эта администрация. С другой стороны, она фактически после первого года своего нахождения в кресле была отодвинута от принятия ключевых политических решений. Напомню, после победы Байдена на выборах очень многие эксперты говорили о том, что, возможно, именно Камала Харрис – это ключевой игрок, который должен остаться в команде. Байдена молода, она может быть интересной для многих избирателей, и, соответственно, немощность или неспособность Байдена принимать какие-то решения должна будет адресовать именно ей фактическое управление администрацией. Чего, собственно, не случилось, потому что близкие друзья, родственники и советники возле Байдена, в принципе, сформировали кабинет управления государством и так продолжали это делать на протяжении всего времени. В принципе, именно они приняли решение, как мы знаем, настоять на том, чтобы Байден снялся с гонки. Поэтому на данный момент, на сегодня, несмотря на то, что мы уже подошли к этим выборам и внимательно за ними наблюдаем, для нас до конца непонятно и не очерчена позиция двух этих кандидатов. Но нам понятно распределение сил в Конгрессе и в Палате представителей, в Палатный парламент практически, по-нашему говоря. И мы понимаем о том, что резкие решения, например, остановить помощь Украине или резкие решения нарастить эту помощь через Палату представителей, через Конгресс не пройдут. Соответственно, мы можем говорить, что это время какой-то стабильной помощи, так как она сейчас присутствует, оно еще будет оставаться осенью и часть зимы пока будет передаваться, если не ошибаюсь, до января или до февраля, будет передаваться дела из одной администрации в другую администрацию. Каким это будет уже, чья это будет команда формировать администрацию Белого дома, пока не можем сказать. Но вот ближайшие месяцы ситуация вряд ли изменится, а что будет на январь, февраль и какие будут обстоятельства с этим, будем смотреть. Опять же, цитируя, к сожалению, живых классиков, будет определять ситуация на земле. То есть, если речь будет идти об обстрелах энергетической инфраструктуры и Украина будет стоять на пороге блэкаута, это будет одна ситуация для переговоров. Если после вчерашнего интервью, которое подтвердило переговоры Украины и России через Катар по поводу остановки обстрелов энергетики, интервью главу офиса президента Ермака по поводу того, что идут такие переговоры, если эти переговоры уменьшаются успехом, то, возможно, не будет такой ситуации, при которой Украина будет немедленно вынуждена сесть за стол переговоров, чтобы будет стоять на пороге глобального краха. С другой стороны, это будет первый этап каких-то договоренностей между двух воюющих сторон, а значит, можно будет говорить о продолжении каких-то диалогов по остальным направлениям. Еще даже не говоря о политических, например, или о военных, а говорить сначала о гарантировании транспортировки газа, потом речь о продуктовых, продолжении зернового коридора и далее, и далее, и далее, и далее. И, возможно, тогда подход к каким-то политическим переговорам. Но забегая вперед, вновь все будет определяться по ситуации на фронте и какое будет занимать положение Украина и какая ситуация будет в энергетической инфраструктуре. То есть вот два ключевых момента, которые будут влиять на позицию Украины. Позиция политических игроков Штатов, двух кандидатов, нам до конца, к сожалению, пока неизвестна. И я далек, тут я скажу свое мнение, я далек от того, что какая-то из администрации, новая, старая или новая, старая, то есть это будет Лихарис или это будет Трамп, что они смогут как-то сильно сейчас повлиять на позицию Украины и России и заставить их, эти две страны, в данном случае, один, надо сесть за стол переговоров и остановить войну. Скорее, по последним заявлениям и по участию Северной Кореи, мы можем сказать о том, что война еще будет продолжаться. И изменение человека в Белом доме может не так уж сильно повлиять на продолжение всего, что происходит. Наоборот, может быть, станет какой-то новый игрок, а ситуация сильно не поменяется. Вернее, стороны об этом заявили. Россия и Украина заявили о том, что изменение позиции и главы Белого дома не повлияет на их политические цели и задачи. Дмитрий, вы упомянули интервью Ермакам, исключительно мое журналистское наблюдение прокомментируете. А что такое, почему никто ничего не анализирует в деталях? Выхватили там три-четыре реплики, понесли с помощью пропагандистских разгонов, о том, что никаких уступок, никакой территории. Даже вот в этом кусочке, который тоже разогнали, что какие-то переговоры и контакты фактически подтверждены, там тоже, если слушать, нет, ну конечно, да, мы там, но это не офис президента. Это не я с ними говорю. То есть все равно какая-то непонятная ситуация. А глубину общей рамки, ну мы так в этот выход Ермакам света не увидели. Хотя, хотя, тут же нужно понимать определенный бэкграунд. А у нас, по-моему, разучились вообще все анализировать, наши, скажем так, эксперты. Почему? Потому что Ермак, у него был достаточно странный визит в США и в Канаду. В чем странность? Во-первых, в графике, характере встреч и договоренности. Когда ты общаешься с представителем Арабских Эмиратов на вот этом форуме в Канаде, когда Салливан, Блинкен, оно как бы выглядело как прощание. Но потом, получается, после этого тура США и Канадой возвращается Ермак и говорит, что переговоры есть, переговоры будут, но территориальная целостность, никаких уступок, выводите войска. То есть это же тоже нам какая-то пища для ума, а у нас все как-то спускаются до каких-то заявлений, которые там ты прочел, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Или может быть Ермак просто фигура такая, которая, ну как бы, ну будем откровенны, да, ну, совканцелярии президента, ну подумаешь, как бы, да, от него никаких политических решений не исходит. Давайте на несколько элементов я разделю ваш вопрос. Первое, что касается сказанного в интервью. В этом интервью не прозвучало ничего нового. Собственно, само интервью давалось любопытно зачем. Потому что о том, что были возможные переговоры с Россией через ближневосточные страны, и что эти переговоры были до начала Курской операции, потом приостановлены, и сейчас, видно, продолжаются каким-то образом. Нам это было достаточно неплохо известно, к сожалению, из американской прессы, и стороны это не подтвердили, не оправдали. Соответственно, заявление главы офиса президента о том, что эти переговоры идут, они не влияют ни на внутреннюю повестку, ни на внешнеполитическую повестку, то есть международную. Соответственно, это не было каким-то новым фактом о том, что сторона подтвердила эти переговоры. В тот момент, когда эти переговоры продолжаются, не достигли никакого результата, не приносят этим переговорам ничего хорошего уж точно. Потому что тишина переговоров всегда приветствуется. И мы понимаем, что даже подтвердившие сейчас эти переговоры, те или иные стороны, которые заинтересованы в продолжении войны, они будут стараться, чтобы эти переговоры были сорваны. Ну, я говорю, например, военная промышленность или партии войны, про которых очень часто пишут политики, которые видят необходимость войны. Следующее. То есть это первое, что, собственно, что анализировать. Будем справедливы по отношению к коллегам. Что анализировать, если ничего нового не сказано? Немаловажным, конечно, остается и ограниченность свободы выражения мысли о том, что когда ты что-то можешь прокомментировать, и ты находишься в контексте того, что тебя тут же могут обвинить в том, что ты там рука Кремля, нога Кремля. И, в общем, нарративы, которые очень активны с 2014 года, к сожалению, что-то из этого оправдалось, а что-то используется для политического давления. То есть здесь наши коллеги тоже несколько ограничены в рефлексии о том, кто говорит, почему говорит и других сценариев. Это очень сложно, потому что, посмотрите, есть такие мыслители, как Боумейстер, который может высказать свою точку зрения и какую-то визию. А это мы начали с разговора про студентов и преподавание. Это мой преподаватель в университете. Я слушал его лекции, будучи аспирантом университета. И этот человек, который смог выразить какие-то свои размышления о возможных развязываниях и решениях с войной, только в российское, не российское, там уже вопрос, издание «Медуза», которое в России запрещено, но делается гражданами России. То есть вот этот вопрос по поводу свободы мыслей и возможности высказывания этих мыслей, по поводу той или иной стратегии. Соответственно, эта традиция не сложилась только при президенте Зеленском. Она сформировалась при президенте Порошенко и продолжает в лучших традициях развиваться. Глобально, если мы говорим о конвео-ситуации, то это интервью не подсветило нам ровным счетом в данном случае сейчас, к сожалению, ничего, потому что из сказанного нового мы ничего не услышали. Единственное, только еще раз глава Офиса президента, возможно, именно это была цель буквально донести до внутренней повестки, что идти на уступки никто не будет. Здесь важно понимать, что наше общество сейчас, если вы мне позволите так очертить, это разделено на две большие группы. Одна группа – это те, кто считает, что война должна продолжаться до победного конца. И, соответственно, любые поступления, возможные какие-то переговоры, дискуссия об обмене территории или, наоборот, об отказе территорий. Разные фигурируют фразы в социологических опросах. Они будут считать это буквально предательством. Это крыло представлено национальными организациями, националистическими организациями. И последняя ситуация с высказыванием мэра Садового во Львове и следующими акциями протеста, которые там последовали, и высказываниями, они достаточно примечательны в этом контексте. И другая страна, которая считает, что войну необходимо заканчивать немедленно, миром, потому что уничтожение и буквально геноцид не должны продолжаться, то есть нужно найти какую-то рациональную середину. Вот эти две стороны, они сейчас достаточно в процессе формирования, но мы можем их уже очертить. И, соответственно, как и всегда, более пассионарная, более активная, более проактивная, это было вот это вот националистическое, национальное крыло, представлено разными национальными организациями, радикальными организациями, или можно их просто назвать националистическими, что является не оскорблением, а буквально их идеологической основой. Так вот, они являются главной угрозой сейчас для действующей администрации президента, для действующего офиса президента и для правления президента Зеленского. И вот эти вот все высказывания и все реплики, которые я сейчас слышу, я так предполагаю, что они адресуются именно этому крылу о том, что действующий офис президента не будет придавать национальные интересы Украине. Вопрос в том, какой другой путь, если этот не работает. Это вопрос интеллектуальных изощрений и дискуссий, потому что в данном случае получается единственный дальнейший путь, это нас все предали и мы вынуждены принять другое решение. Ну так, смотрите, вы задавались вопросом, зачем вообще было интервью? Ну вот, пожалуйста, что... Это, смотрите, это мое предположение. Нет, нет, смотрите, в этом же интервью Запад, Запад ищет причину, чтобы не приглашать Украину в НАТО, заявляет Ермак. И рассказывает такая очень интересная мысль, конечно, не выдерживает никакой критики, можно в пух и прах разнести его высказывания по поводу коррупции, которая существует во всех странах, но власть там борется, институты строит, но мы не можем или не сейчас получить приглашение в НАТО из-за уровня коррупции. Это, мол, повод как причина, как отговорка для нас. Ну, смотрите, когда у тебя на низовом уровне, да, там какая-нибудь крупа из МСЭКС Хмельницкого, который вряд ли кто-то из западных партнеров найдет на карте, там диван, кровать, вот это все, в долларах, сумки эти, когда... Ну, ты же понимаешь, что, ну, как бы, это отговорка, ну, как бы, предположение, что это для националистов, как бы, вот выступление Ермака, это имеет рацию, тут, может быть, я поддержусь, ну, поддержу вас, но, извините, как бы, это же пораженчество. В первом пункте плана Зеленского четкое приглашение в НАТО, а тут Ермак рассказывает о том, что нас не хотят, потому что у нас коррупция, мол, отговор. Ну, смотрите, здесь, в этой части, как бы, неудивительно, но я с Андреем Борисовичем соглашусь, потому что есть, действительно, разделение, когда мы говорим о вступлении в Евросоюз и когда мы говорим о военно-политическом, но военном блоке НАТО, потому что речь идет о двух разных процессах. Если мы говорим о Евросоюз, когда открываются границы, когда граждане Евросоюза свободно могут передвигаться по всем странам, членам Евросоюза, могут вести бизнес во всех странах, членах Евросоюза, там, с небольшими уточнениями на местное законодательство, налоговое, там, лицензирование, деятельность и прочее. Но в целом находится в одном правовом поле и, условно говоря, макароны, которые производены, допустим, в Украине, в Италии или в Австрии, они будут классифицироваться по одному единому стандарту. То есть там не будет такого, что ты, например, с открытыми границами поставил какой-то продукт, а он вообще отвратительного качества и от него гибнут люди. Об этом говорится, ну, и, соответственно, правовая система должна быть стандартизирована. Это называется союз, то есть когда люди внутри своего союза могут рассчитывать на равноправие и какие-то равные условия. Ну, например, что если там они пересекают границу с Венгрией или с какой-нибудь другой страной, там полицейские, значит, тут же их не останавливают, не занимаются поборами и они прям какое-то, что-то происходит очень странно. То есть такое единое пространство. Тогда здесь мы четко понимаем, что тема коррупции, тема скрининга законодательства, тема единых стандартов, подходов к ценностям, например, нарушения за семейное насилие или за какое-либо другое, здесь имеет так и достаточно большое значение. Мы говорим про то, что мы будем в Евросоюзе жить одной большой семьей, здесь имеет значение. Военно-политический блок НАТО со всей его историей, несмотря на то, что он и политический, в отчасти здесь тоже можно говорить о темах коррупции и прочего, речь все-таки идет первоочередно про оборонный союз, о том, что в случае нападения мы все вместе дружно пойдем против врага суперстата. И здесь действительно политические требования в виде «поборите коррупцию где?» Ну, в чем тогда, как, извините, позвольте, смотрите, в чем, смотри, я объясню, в чем коррупция Марьи Ивановны в поликлинике, не имеет значения, какой она должен заниматься, Марьи Ивановны в поликлинике, влияет на военную, оборонную промышленность и вообще военные процессы в оборонном союзе. Я не вижу связи. Я вижу, например, связь в том, что не должно быть коррупционное назначение на должности в армии, это 100%. Я четко понимаю, что должны быть контроли вооружения, вероятно, контроли оборонной промышленности, все, что связано с обороной и с принятием военных и оборонных решений. Например, что президент должен иметь соответствующие полномочия, например, парламент его контролировать, вот эти процессы, чтобы одна из стран, например, будучи членом НАТО, не напала на другую и просто, условно говоря, самостоятельно не развязала большую мировую войну. Тут должны быть какие-то политические гарантии, это я понимаю. Но когда речь идет о том, что Марья Ивановна из филла Хацапетовка взяла 2 рубля за выдачу справки и вот именно из-за нее мы не можем стать членом НАТО, вот я здесь согласен, что это все-таки поиск фиктивного повода для того, чтобы отказать. Мне кажется, сейчас, когда мы об этом рассуждаем, для украинского зрителя, для международной общественности, понятно несколько тезисов. Первое. НАТО не готова брать страну по своему уставу, которая ведет войну, оборонную в данном случае войну, и у которой есть активные территориальные претензии. Хотя мы говорим о Кипре, когда мы размышляем о НАТО и говорим о другой ситуации, но когда идет активная вот такая вот фаза войны. И, соответственно, Украина опирается и говорит НАТО, мы вместе, мы про стандарты, мы про общее совместное будущее, а вы нас чего не берете? И вот здесь уже идут отговорки. То есть в этом ключе, вот исключительно по НАТО и обороне, я соглашусь, что здесь больше отговорки. Но я не соглашусь в том, что сказал, например, Виталий Портников, что прозвучало в других интервью, о том, что вообще говорить о коррупции во время войны, это чуть ли не преступление, и что вы за нее заговорили, у нас коррупция ничуть не больше, чем где-либо. Чемодан вокзала Варшава, да? Да, здесь тоже нужно отметить, что Андрей Борисович прав в том, что есть коррупция в других странах, это правда. И коррупционные скандалы, и в Австрии был коррупционный скандал с премьер-министром, и были скандалы на выборах, когда одна из женщин легкого поведения записывала одного из членов правительства и показывали, как там журналистов подкупали и прочее. И есть целый фильм об этом, и это правда. Мы имеем ситуацию, когда президент Франции Саркази нес ответственность и тоже обвинялся в коррупционных действиях и прочее. И это тоже правда. Мы прекрасно понимаем, что есть международная коррупция, но она не настолько распространена и настолько проедает всю систему государственной власти. Зачастую она присутствует где-то наверху, а люди обычно могут жить спокойно, будучи уверенными, что обращаясь к государству на институт, они получат ту или иную услугу. В Украине, к сожалению, это никогда не было так. Всегда. Что-то требовало от государства и еще должен был за это заплатить. Мы по-другому.